Какие у человека недостатки? Ровно такие, которые невозможно выдержать. Вот, допустим, если бы у мужчины были женские недостатки, это еще куда ни шло, как-то можно было выдержать. Но у мужчины мужские недостатки это грубость, хамство, тупость, непреклонность, невозможность понять ничего, то есть очень напористость в своем желании делать глупости. Категоричность мышления, постоянный конфликт со всем, что его окружает, то есть противопоставлять себя, сражаться со всем. Женщина говорит, ну как этим можно жить вообще, это кошмар, неляшливость, то есть хамство, грубость и так далее. Это то, что женщина вообще, она просто соткана совсем по-другому, она не приемлет вообще этих вещей, и для нее это все чуждо совершенно. Ей просто она не может вообще на это даже смотреть, не то, что с этим жить. Это естественные недостатки мужчин. С одной стороны, у мужчины есть божественное, то, к чему она стремится, она хочет этого иметь всегда, это стабильность, воля, разум, влияние, победа, сила. Женщина видит, что это есть мужчина, и она думает, вот сейчас выйду замуж, и все у меня в жизни, это все будет. Но она выходит замуж и получает это тоже в какой-то степени, но не в той, как хотела. А с другой стороны, получает кучу того, чего не видела. Я говорю, господи, как же с этим, как я ошиблась. Я ошиблась, она говорит, я ошиблась в тебе. Ты не такой человек, как я думала. А все ошибаются. Все же любят мечту. Идеализируют человека. Что люди не знают, что надо любить Бога, а не мечту. Это Бог обладатель всех этих качеств, которых вы мечтаете. Это Он обладатель всех этих качеств, а не мужчина. А если ты любишь Его больше всего на свете, тогда все эти качества ты видишь в мужчине, как отражение Бога. И служишь Ему для того, чтобы, с одной стороны, Он обрел больше этих качеств, и принес тебе счастье, а с другой стороны, чтобы Он избавился от своих недостатков. Но проблема заключается в том, что человек, он не хочет видеть истину, он хочет любви. А это противоположные вещи. Потому что точно так же мужчина видит женщину. И что он видит в ней? Женское божественное начало. Он видит само воплощение любви. Он видит счастье. Он видит благословение своей жизни. Наслаждение видит. Нежность, красоту, доброту, чистоту. Он видит в женщине. Все, что в ней есть, от Бога. Он не понимает, что это от Бога. Он думает, что это ей принадлежит все. И поэтому, когда рушатся его отношения с таким человеком, а я потом объясню, почему рушатся. Если я вот так сильно полюбил, ты не получишь этого человека. Шансов нет просто. Если так сильно полюбил, вот только божественно в человеке видишь, ничего человеческого не видишь. Так сильно полюбил. Даже ты не сможешь с ним самим создать. Не сможешь даже долго быть вместе. Это просто невозможно. Я объясню вам, почему. Потому что такой вид любви человек выдержать не может. У него крыша течет. Понимаете? Поднимите руку. Кто из вас не смог жить с человеком, потому что он очень сильно жарко любил и не давал жизни и покоя? Вы прочувствовали то, о чем я говорил. Это нереально просто. Это вулкан какой-то. Понимаете? Да, просто аж тошнит находиться рядом. Он вытягивает из тебя все силы. То есть, понимаете, любовь вытягивает силы. Ты, если ты ее на себе чувствуешь, ты должен отдавать назад. А мы не можем отдать веру человеку. Если человеку любовь как вера, отдать невозможно. Потому что это огромная сила. И вот мало того, что когда тебя так любят, ты теряешь сам возможность любить. Ты обестачиваешься. То есть, ты не можешь любить человека, который вот так тебе как бы привязан. Не успеешь уйти, я бегу за тобою, чтоб во сне не растаял твой след голубой. Вот такая любовь, вот такая беда. И когда тебя нет, ты со мной, ты со мною всегда. Понимаете? Представляете? Человек помнит об этой любви, которую он испытал в своей жизни, всю жизнь. Тайком. У него уже есть семья, как бы у него есть дети, но он тайком помнит. Никому не хочет рассказ, потому что все равно не поймут. Тайком помнит об этой любви. Или, может быть, уже забыл, но хотел бы. Именно так. Почему он помнит тайком, и почему он ее не получил? Потому что он не знает, что вот такую любовь можно получить только от Бога, которую он хотел от человека. А почему он помнит? А потому что без любви невозможно жить. И поэтому человек хочет любви, верит, что он может получить ее от человека, и получает только одни проблемы в жизни. Потому что, когда человек начинает понимать, откуда такая любовь исходит, он знает, что получить можно от человека, и это тоже немало. Можно так счастливо прожить с человеком, что тебе мало не покажется. Но надо понять, как это сделать. Цена большая. Нужно поменять свою веру. Мы же верим в любовь к человеку, понимаете? А надо верить в любовь к Богу. А вот это не дешевая вещь. И вот смотрите, откуда берется вот такая штука, которую вы сейчас в песне услышите. И многие поймут, что у вас то же самое в сердце живет. Эта штука берется от неправильной веры. Мы, поверив в человека, скорбим о том, что мы не получили эту любовь в свою жизнь потом. Скорбим об этом. Не зная, что все закономерно. Это не то, что тебе не повезло. Просто любовь эту можно получить в свою жизнь, но не от человека. Человек ее дать не может. И мы об этом будем говорить с вами позже. Человек не может получить на этой земле такую любовь. А если бы мог получить, было бы еще хуже. Потому что он бы тогда вообще не развивался как личность. Он бы потонул в этой любви. И все. И дальше шансов нет, чтобы он узнал о Боге. Шансов нет. Человеку дать счастье, ему больше ничего не надо. Ну, скажет Олег Геннадьевич, у меня есть все. И не скажу вам. У меня есть, у меня любовь. Такое тоже может быть. У меня такая любовь, Олег Геннадьевич. Мы живем, у нас семья. Такое тоже может быть, мой хороший. Это еще хуже. Знаете, знаете почему? Потому что, не дай Бог, если что-то случится с тем, что вы имеете, а этот мир непредсказуем, для нас, непредсказуем для возвышенных людей, но для нас непредсказуем. Если что-то случится с тем, что вы имеете, тогда вы этого не переживете. потому что больше никогда в своей жизни вы это не сможете получить. Поэтому, даже в этом случае, если вы имеете то счастье, которым вы стремились в отношениях с близким человеком, даже в этом случае лучше на это не рассчитывайте. Будет еще хуже. Поднимите руку, кто вот так потерял и понял это. Видите? Есть и такие люди. Поэтому, давайте будем изучать эту тему. Любовь есть, ее никто не отменял. Люди должны любить друг друга. Как они должны любить друг друга? Вот в чем вопрос. Какие отношения с другом, как любить? Вот в чем вопрос. Нет вопроса в том, любить или нет. Так, женщина соткана из любви. Она родилась для любви. женское рождение предназначено «Мужчины, расслабьтесь, дышите глубже». Вы сейчас будете, вам не будет нравиться то, что я говорю. Вам придется это принять. Женское рождение предназначено для счастья, наслаждения, отдыха, от трудностей. женщина, когда она рождается в женском теле, об этом очень хорошо знает. Поэтому, когда Бог дает ей работу, а мужа нет, она становится очень несчастной. Не потому, что она эгоистка, не потому, что она видит, что в этом несправедливость, потому, что я рождена женщиной для того, чтобы испытывать счастье и любовь и работают. Мужчины, дышите глубже. А он рожден для аскезы и преодоления трудностей и сидит дома. Теперь, мужчины, вы сейчас еще немножко подышите и глубже. Потому, что я сейчас кое-что скажу. Женщины, вы согласны с тем, о чем я говорю? Мужчина испортилась настроение вообще. Не, нормально? Хорошо, благородный мужчина есть. Хорошо. Итак, очень важно понять, что мы завидуем друг другу, завидуем. зависть мужчины к женщине заключается в том, что он не хочет согласиться с тем, что в семье она должна быть счастлива. А он получает счастье от того, что она счастлива. Вот если жене хорошо, мужу тоже хорошо. Потому, что если жене хорошо, детям хорошо, всей квартире хорошо, потому, что женщина своим настроением наполняет всю квартиру. женщине хорошо, детям хорошо, они успокаиваются сразу. Мужчине хорошо, когда жене хорошо, он крепко спит. А если ей плохо, то он не крепко спит. Это точно. И даже кишечник лучше переварить пищу, когда жене хорошо. У меня жена руку накладет на живот мне. У меня сразу такое пошло сразу все переварится. Тут же такая сила у женщины любви. Любовь всем управляет. Это энергия такая. Поэтому внутри женщины человек развивается, потому, что у нее есть любовь. Она благословляет на жизнь человека и на смерть. Не думайте, что я сейчас шучу. Почему я вам сказал о том, что если плохо, то уходите? Потому, что я беспокоюсь о вас. И не случайно. Потому, что буквально три дня назад в Минске во время лекции у женщины была остановка сердца, клиническая смерть. Я видел, как тетенька в белых одеждах высотой в зал зашла на лекцию к ней в гости. Когда эта тетенька приходит, никто ничего не может сделать. Все должно уйти из жизни. Эта женщина тоже божественная женщина. Мы начали все молиться, она лежала на полу. Весь зал начал молиться. Ей делали искусственное дыхание, врачи появились в зале, были врачи. Дышали ей в рот, массировали грудную клетку. Она не дышала. И эта девушка, женщина, красивая женщина, белая, красивая. Но глаз ее невозможно увидеть, потому что те, кто видит ее глаза, они уже тетюнь. Она постояла и ушла. Девушка тут же, женщина тут начала дышать. Начала дышать. Мой хороший. Поймите, что в этом мире есть женская природа. Она самая могущественная. Мужская природа самая влиятельная, а женщина самая могущественная. Непреодолимые силы. Она дает жизнь и смерть. Если мужчина оскорбляет женщину, он разрушен как личность. Он не сможет нормально жить. Хотя она беззащитна. Женщина кажется беззащитной. Ты хочешь, что хочешь, то и делай. Но даже женщина думает, что она беззащитна. Но она не знает свою силу. Женщина обладает колоссальным влиянием на жизнь любого человека. Поэтому в любой культуре в этом мире, нормальной культуре, всегда испокон веков люди уважали женщин. Для чего? Чтобы хуже не было хотя бы. Может быть еще и хуже, понимаете? так женщина соткана из любви и влияния. То есть она влияет своими мыслями на людей. Если допустим у женщины хорошая атмосфера в квартире все удача приходит в дом. Удача это деньги, это влияние, власть. Это все соткано из удачи. У кого деньги, кто устроился на работу хорошо, у кого есть возможности какие-то в жизни. Появляются это как удача. Часто человек не было, раз появилась возможность там работа хорошая, еще что-то там, возможности какие-то. Это удача называется. Это касается парня, который со мной тоже беседовал. Он говорит, я жену бросаю, а у меня удача пришла в жизни. Я думаю, это похоже, что тебя Бог вводит за нос. Потому что удача не приходит тому, кто разрушает женскую судьбу. Удача это женская энергия. Женщины, женская природа, женщины друг друга защищают. Если ты как бы на женщин нападаешь, у них коллективное сознание, они сразу тебя будут косить. Вот если на уроке допустим одну девочку обидят, потом все девочки тебя не будут любить. Все. Замечали, да? Все. Кроме одной, которая тебя любила до этого. Но она тоже недовольна тобой, не так сильно. Она скрывает. Но если мальчика обидеть, все мальчики будут над ним смеяться. У мужчин не коллективное сознание, у женщин коллективное. С ним поэтому связываться очень опасно. И вот удача это женщина, понимаете? не мужчина. Женщину обижаешь, удача, до свидания. Как это, в чем это выражается? Если говорить механически, допустим, то вот женщина, она создает атмосферу счастья. Что такое семья? Семья состоит из атмосферы счастья. Кто является основой женщины? Вокруг женщины живет жизнь. Ее любят дети, ее любят собачка, ее любят тараканы. когда женщина на кухню заходит, они чувствуют запах хороший появляется. У нее рефлекс как бы на женщину таракана. Что скоро будем кушать. чуть попозже, когда все уйдут. У собачки такой же висклей, у детей, все от женщины хотят счастья. Женщине плохое настроение, у мужа ничего не переварится внутри, потому что его как бы любовь тоже от нее зависит. Дети в плохом настроении, собачка гавкать начинает тараканы тоже чувствуют себя плохо. Все в доме теряет счастье тут же. а когда нет счастья жить невозможно. Поэтому мужчина ходит вокруг жены и говорит что такое в чем делать? Она говорит я тебя трогаю иди я тебя не трогаю это мне плохо при чем тут ты иди а я скажу при чем тут он он просто не понял юмора а юмор заключается в том что этот мир создан для счастья женщины если ты этого не понял значит будешь мучиться потому что мужчины думают что для их счастья создан некоторые теперь скажешь а что мужчины зачем мужчины нужны может они вообще не нужны тогда матриархат сделаем от них женщины оставим смотрите мужчина это кто такой женщина теперь вы напрягайтесь дышите глубже потому что мужчина сейчас расслабится в чем ваша зависть по отношению к мужчине в чем вы не даете ему чем вы не даете жить мужчина не дает вам жить это факт почему потому что он завидует вам зависть заключается в том что он хочет себе тоже чуть-чуть счастья тоже наслаждение когда вы лежите на кровати он говорит пойдем вставать на зарядку делать он говорит ну иди делай ты же мужчина а ты будешь лежать да я женщина и он не понимает этой логики он думает что это несправедливо женщина вы понимаете эту логику то что я говорю зависть к женскому началу божественному женскому началу к супруге господа которая другое имя которое любовь другое имя которое удача другое имя которое благословение это сама воплощенная энергия любви сама воплощенная энергия благословения и удачи единственное условие признать что счастье и наслаждение принадлежат ей в этом мире, а не тебе и тогда ты все это получишь удачу, благословение, любовь все, но признать это надо серьезно, на самом деле не лицемельно теперь дальше поехали, женщины зря вы улыбаетесь сейчас вы будете тоже грустить потому что вы узнаете, что вы завидуете мужскому началу в чем ваша зависть заключается сейчас узнаете мужчина рожден для победы он рожден для знания он является основой мудрости в семье терпения преодоления трудностей чувство собственно достоинства семьи это мужчина его сила ее сила ее возможность преодолевать трудность ее влиятельность это мужчина и если допустим вы считаете что ваше мнение является таким же важным как его тогда вы потеряете все что о чем я сказал в своей жизни вы потеряете влиятельность силу терпение мудрость возможности устойчивость гарантии все потеряете просто потому что вы считаете что его мнение и ваше имеет одинаковую силу видите точно так же как мужчина женщине должен отдать счастье женщина мужчине должна отдать его право ответственности влияния силы возможности быть старшим принятия решений и так далее когда вы даете совет мужчине вы должны делать это очень аккуратно потому что ваше мнение важно это факт но важно также сохранить силу мужчине а не погасить ее допустим вы решили что ваше мнение важнее чем его сила ну приведу пример допустим мужчине надо победить врага да и он выбрал определенную тактику войны а мужчине всегда надо побеждать врага понимаете всегда это из этого соткана его жизнь и он выбрал определенную тактику войны а вы перед боем ему сказали твоя тактика неправильная и сказали это очень сильно что дальше будет он погибнет из-за того что вы в него вложили сомнения сами того не желают мне ничего не хотел я не виноват виноват потому что незнание законов не освобождает от ответственности что же делать у меня что нет мнения есть конечно так не бывает мужчина говорит что же делать у меня нет счастья есть конечно так не бывает вопрос где находится счастье мужчины в жизни и где находится мнение женщины вот в чем вопрос счастье мужчины является отражением счастья женщины. Сделал так, что жене хорошо в доме, она становится красивой, счастливой, радостной и наполнит тебя этой энергией. Ты будешь счастлив тоже. Мнение женщины находится в мудрости. Если женщина принимает мнение мужчины как основу, дает им возможность побеждать, не проклинает его своим несогласием, дает ему возможность побеждать, быть победителем, дает ему возможность, а он говорит, да он не может быть победителем, Олег Геннадьевич, мой не может быть. То же самое он говорит, а моя не может приносить счастье, Олег Геннадьевич. Это они вместе, понимаете, на лекцию пришли. И они друг друга стоят. Потому что она может принести тебе счастье. Я могу это доказать. Доказательством является то, что она родилась женщиной. Бог не может дать женского тела тому, кто не может принести счастье. Женщинское тело – это воплощение любви. Любая женщина несет в себе энергию любви, точно так же, как любой цветок несет в себе аромат. Нет цветка – нет аромата. Нет женщины – нет любви. Родилась женщина, значит, Бог наделяет женскими энергиями человека, если он женщины рождает. Зачем иначе женщины рождают? Женские энергии приходят в сознание. Эти женские энергии, они могут раскрыться. И скажете, у нее в моей что-то нет женских энергий. А потому что ты не даешь им раскрыться. Если цветок не поливать, он тоже аромата не будет излучать. Аромат идет от полива, от солнца, от ухода. Так женщина, она раскрывается, когда чувствует себя женщиной в отношении, а не мужчиной. Так, что же делать? Вот, допустим, ваш мужчина не такой мужественный, как вам бы хотелось, а вы дайте ему возможность принимать решение. И на капельку он станет мужественнее. А потом еще раз дайте возможность, еще на капельку мужества. То есть начните его поливать. Почему вы не можете ему дать этого? Потому что вы завидуете мужскому началу. Вы хотите сами принимать решение. Вы хотите сами отстаивать свое мнение. Вы не понимаете, как работает природа. Природа работает так, что она говорит, уступи мужчине, а дальше сделай так, как знаешь. То есть сначала женщина уступает, она говорит, да, 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 ты правильно говоришь. Хотя она точно знает, что неправильно. Потому что женщина это сердце мужа. У нее есть более глубокое представление об истине. Женщина знает истину лучше, но не может ее достичь. Мужчина может достичь, но не знает. Что такое сотрудничество? Это когда ты принимаешь возможность мужчины достичь. Говоришь, да, 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 ты правильно все говоришь. И когда она расслабляется, успокаивается, она начинает потихоньку ему говорить такие вещи. Например, слушай, я услышала такое мнение. Вот ты говоришь все правильно, но вот есть такое мнение. Я не знаю, как к нему относиться. Вот такое-то, такое-то, и такие результаты. Он говорит, да, это все ерунда. И потом, ба-бамс, так оно и получилось. И он спрашивает, откуда ты это мнение-то узнала? Она говорит, из своего сердца. Блин, что я жену-то не послушал, дурак. Несколько раз так повторится. И он будет думать, чесать репу, слушать жену или нет. Потому что, когда мужчина слушает свою смиренную жену, удача входит в его жизнь. Он способен побеждать судьбу. Она ему подсказывает не то, что что-то новенькое. Она ему может то, что он знает, направить лучше. Точно так же, как стрела нуждается в остроте, хоть она и летит в правильную цель. Иначе она не добьется, она ударится от цели, не воткнется в нее, потому что остроты не хватает. Точно так же женское сердце затачивает мужскую силу, но дает ей остроту. Женщина видит все глубже, подробнее, качественнее, чище, чем мужчина. И она затачивает его на победу, если он уважает ее мнение. А мнение женщины мужчина может уважать только в одном случае. Если она дает ему такую возможность. Потому что женщины многие такую возможность не дают. Они спорят с мужчиной. Не дают ему поверить в свою возможность побеждать. Они разрушают в нем веру спором. Надо не спорить, а соглашаться. А потом очень мягко, аккуратно, с помощью любви затачивает стрелу. Как это делать? Надо знать правила. Что знание любое в сердце человека приходит только через любовь. Вот, допустим, если я вас не буду любить, и буду вам что-то говорить, в ваше сердце знание зайти не может. Нужно сначала в сердце запустить любовь, а внутри любви придет знание всегда. То есть любовь означает спокойная беседа, добрая. В сердце, я тебя люблю, и поэтому я тебе говорю. Нет, это не любовь. Любовь проявляется в принятии. Если ты человека не принимаешь, ты как бы руки вот так. Нет никакой любви, он не примет. Любви нет. Любовь познается в принятии. То есть нужно принятие сначала. Если ты приняла мужа, значит ты его любишь. Не приняла с его мнением, с его бзиками, с его как бы напористостью, твердостью, грубостью. Не приняла, не любишь. Приняла, любишь. Скажешь, как его принять, такого, Олег Геннадьевич, у меня нет сил. Нужно сначала получить эти силы от Бога. А потом вы сможете уже принять. А если вы его не принимаете, он никогда не будет удачливым. Совесть никогда не войдет в его жизнь. А принять мужчину очень трудно. Это колоссальная сила внутренняя должна быть у женщины. Потому что он не обтесанный по природе.